В Вашингтоне официально подтвердили, из-за того, что Россия предоставила временное убежище Эдварду Сноудену, президент Барака Мама не будет участвовать в двусторонних встречах с президентом России во время предстоящего саммита Большой Двадцатки в Санкт-Петербурге. И уже последовала реакция из Москвы. По словам советника президента по международным делам Юрия Ушакова, таким образом Вашингтон доказывает, что не настроен на равноправные отношения с Москвой. По его словам, уже несколько лет США избегают подписания двустороннего соглашения об экстрадиции, а также игнорируют многочисленные запросы Москвы об экстрадиции более 20 человек, включая подозреваемых в терроризме. Позиция Москвы по ситуации вокруг самого Эдварда Сноудена изначально была весьма четкой и строгой. По словам президента Путина, Сноудена никто в Москву не приглашал, это было его личное решение. Также экстрадировать его в США невозможно из-за отсутствия соответствующего договора двустороннего. Также президент лично озвучил условия, по которым Эдвард Сноуден мог остаться в России. И главное условие это прекратить портить имидж США и наносить вред Вашингтону. На эти условия господин Сноуден согласился. Ну и наконец, очевидно, что все заинтересованные службы и официальные лица, что касается предоставления господину Сноудену временного убежища, то все были заинтересованы в том, чтобы сделать это полностью по учебнику и по всем международным правилам и законам. Поэтому вряд ли реакция Вашингтона была непредсказуемой, но скорее всего ничего хорошего нынешним отношениям России и США такая реакция тоже не принесет. Егор Пескнов, РТ, Москва.